так ну вот я на слете бмв тут куча всяких разных пройдусь покажу что тут есть интересного давайте посмотрим начнем с этого угла тут а и 8 прикольная конечно 5 старая приехала тут у нас gt3 там еще всяких м3 м4 много семерка е38 приятно увидеть 40 коротышка 135 таких уже часто не увидишь они кстати раньше были частенькие м2 competition прикольная на механике вот это вот прикольная 524 turbo дизель в америке американских бамперах настоящая американка вот и как бы просто в идеале это на самом деле не машина чья-то эта машина от автосалона они вот это она приводит они занимаются реставрациями просто она вылезная вся она выглядит как новое ну наверное местами тут у нее конечно чуть косячки но вот по салону на принципе очень выглядит такой целый прикольный поэтому всегда приятно такую видеть старушку который за которой следят которое про состояние вот здесь у нас есть восьмерка 850 csi написано но но это конечно круто все ох ты как им 5 дымит извините это даже надо снять эти мертвые 5 было офигеть ну понятно у них там двигатели так такси но вот это она по-моему они она на механике мне казалось на на автомате до 850 csi на механике ой о чем я говорю конечно же она на механике почему-то я думал что это просто 850 это csi на самом деле дико крутая тачка это для тех кто не знает это бмв планировку это момент сделать м8 у них были 840 и 850 причем они были на механиках тоже и они потом сделали вот эту думали делать м8 и не сделали м8 а сделали вот 850 csi не шли только на механике у нее даже нумерация двигателя с не ошибаюсь там с что-то там 72 или какой-то такой с двигатель в общем нумерация начинается с буквой мне 5 и 7 объем был было есть вот и типа дико коллекционная просто вот это вот серая показатель дымит просто жесть просто вообще они там же почему-то ну вот возвращаясь к восьмерке очень круто да на механике салон конечно скучновато с деревом вот это но эта машина стоит очень больших денег сейчас сша такие продаются маленьким проблемам по 150 по 180 тысяч долларов поэтому дико дорогие вот вот эти мне вообще не нравится почему-то не знаю хотя в америке вот есть вот такие 5 вот в этом кузове 60 до помыта и они есть на механике в этом кузове причем даже то суде ну то вот то что дымилась м5 тоже есть на механике в америке потому что в европе таких не было и вот все говорят там америка америка все автоматы автоматы а на самом деле блин тут есть много автолюбителей поэтому сам для таких вот бмв делает до сих пор механик вот даже допустим это м2 competition тоже на механике и типа на механике это дико круто здесь считается в штатах ну типа ты модный такой типа парень вот есть и 46 очень красивая вот в этом таком глубоком голубом цвете кстати она не одна там в таком же цвете еще одна есть и это тоже на механике и это тоже типа считается дико круто и они дико дорогие ну как они сейчас пошли в цене вот тем более в таком цвете и они стоят на порядок больше чем автоматы он такая вот 36 ну как бы уже они 36 никого не удивишь но вот эти за 3 м купе тоже дико интересная тачка и на самом деле там даже вот еще одна стоит черная я буду рассказывать немножко значит было два в америке двигателя был с 52 и был с 54 и значит с 54 двигаться от если что m3 333 лошадиные силы или там сколько-то вот а были с 52 это был американский чисто с двигатель этом было чуть 270 лошадей они выпускались кум первые три года и только последний год штатах были вот эти с 54 с 54 почему я об этом все знаю потому что я думал себе взять вот такой вот за 3 м купе вот и с 54 как бы они дороже на самом деле да то есть на порядок тоже опять на 10-15 тысяч вот такая вот с 54 сейчас стоит где-то от 40 тысяч здесь штата с 52 можно взять за 30 например да но говорят что из 52 более надежный и соответственно на него можно компрессор ставить так далее можно и сделать быстрее с 54 менее надежный меньше ходит из компрессором тяжелее вот такая вот есть интерес 325 с в америке выпускались между прочим тоже на механике такая прикольненькая хорошенькая аккуратненькая целенькая вся такая кто-то за ней следит ее любит вот сюда при этом видеть что сидят и любят машины вот ну вот тоже вот это вот это вот это вот это вот я знаю точно это с 52 это не с 54 это мой друг и джимми вот у него красивые за дисплеер на красивые колеса шницер стоят красивые за дисплеера очень часто нравится коллекционной этой машины их вообще очень тяжело найти их мало было сделано и вот именно варианте купе они дико ценятся варианте кабриолет не настолько но варианте м если она м овская тоже ценится посмотрите акулы м 5 как круто это же моя а про нее у меня есть отдельный обзор полный обзор моим 5 вообще там от и до я ее всю просмотрел но вот у меня с тех времен уже новые номера есть вот такие вот m5 и 28 еще плюс с акулой а потому что она акула вот ну ладно вот тут приехал какой-то халкет непонятно чей вот но он широкий это прикольно но он хамелеон это не прикольно поэтому как бы плюс-минус у халкет халкет он как бы быстрый крутой вот такая четырехдверная м3 есть 46 чувак сказал не маленький пробег там чуть ли не 70 тысяч миль вот еще одна м2 это первого поколения вот понятно что бюджета приехала вот новый м3 м4 там еще была одна другая потом покажу видео маленькая маленький жучок приехал пожужжать тут наверно пожучать вот единосы 2 м3 вот кстати они с возрастом не убитые они все все прикольные тоже кстати вот на механике между прочим тоже очень дико типа востребована не понимаешь что там у него с развалом какая-то проблема наверное сломался вот что-то еще вот м3 е 46 сейчас тоже становится коллекционные если они не ушатанные то типа считается круто вот вот такие вот да много 46 голубая красивая но нет это на автомате по ходу дела на белом салоне никому не интересно чем не удивишь вот вот м5 новая м5 новая прикольная мне нравится конечно быстрая тачка красивый такой синий темный свет белый салон весь серый даже салон да типа дико круто рейтед м хочет флорда клуб почему меня такого стикера нету я тоже м и я тоже рейтед клуб короче меня не взяли на этот клуб мне предложили по крайней мере ему пока ступить ну короче да как бы 5 это круто проблема с м5 у меня пока не я машину покупаю не лизу и они в деньгах блин просто ну теряя деньги постоянно там купил ее поездил вот и потерял кучу денег неинтересно не прикольно вот тоже по моему красивая м3 если не ошибаюсь это компрессорная и причем вот это м3 она такого же цвета у меня было м3 так у меня было четырехдверная ну прикольно у меня тоже была компрессорная вот тут двоечка простая желтая но как-то на сполерах она к это очень громкая постоянно приезжает непонятно зачем что приехал civic вот ну вот еще е-92 м3 и всякие но не знаю мне помню кабрики тот факт то что у них робот хотя вот эту на механике тоже вот посмотрите вот кстати вот в америке любят очень механику я ее сам уважаем я тоже была механика и вот и вот до сих пор мне нравится очень-то тегет 92 и е 90 и посмотрите красивый такой аккуратненький карбонами у нее все аккуратненько ручка аккуратненько вся кожа она подсвечивается сидение классно и аккуратно мне очень нравится эта машина на самом деле единственное то что она в стоке она не едет ну как бы как она не едет она едет но она едет так как бы слабенько на нее надо ставить компрессор причем у меня на youtube канале есть вот мои видео когда этом на автобане катался на ней на компрессор не у меня была максималка на шестиступенчатая у меня максималка было 337 километров в час и разгонял опять же посмотрите меня на youtube канале меня есть много видео где там постоянно почти каждый выходные на не гонял и разгонял вот но с компрессором она просто оживает вопрос другая машина она просто едет вообще шикарно у нее есть и мощность везде во всем диапазоне оборотов компрессор просто и оживляет вот поэтому я считаю как бы такие м3 надо брать они крутые я думаю они будут коллекционные потому что единственные в 8 у них звук просто феноменальный как бы и вот с компрессором она конечно не сравнить не сравните ни с чем вот вот такие вот это вот это синенькая которая была м2 компетишен красиво и вот такая вот хакингхайм силу красивый компетишен это была у меня точно такая же машина на самом деле я думал раньше что это моя на самом деле это не моя вот ну тоже классный вот давайте пройдемся вот на другую парковку что-то еще приехала такого интересного почему мы видим здесь volkswagen и porsche кстати потому что в этом же месте встречаются автоклубы volkswagen и porsche просто нет сейчас здесь другие дни ну и как бы нам делать нечего все хотят потусоваться с бимистами и вот они сюда приехали вот эти вот эта шестерка м6 до м6 в том же цвете что мы увидели е46 вот это я думал сначала м1 или 1м но это не она к сожалению а вот так это она ага вот так вот я вас обманул очень крутая тачка вообще я помню 2011 год когда они вышли я как раз смотрел вот эту себе е90 м3 я такой ну блин это маленькая непонятная блин нафига она нужна короче не купил и очень до сих пор жалею эта машина ни на один день ни на одну секунду не потеряла ни копейки в цене она в штатах стоила примерно 60 тысяч долларов и и вот на протяжении там последних там десяти лет сколько они выпускаются она не на копейку не подешевле там были какие-то по 55 тысяч какое-то время вот можно было взять но сейчас они даже пошли в цене вверх то есть она стала дороже чем она стоила новый вот и вот это как бы очень прикольно так в этой машине то что ты можешь ее купить ты можешь на ней погонять и она будет тоже тянет обратите внимание на широкие крылья мотор не помой n54 если не ошибаюсь то есть не эмо вский мотор не без обозначения с вот но как бы все равно это типа дико круто так это грязно вообще но типа очень хорошая машина говорят очень классно рулится и говорят то что м2 cс которая вот тоже моя вот на данный момент это типа вот это не и вот это она типа следующего поколения вот этой 1м то есть она должна повторить то что сделает 1м каким-то страшным карбоновым капотом я реально не понимаю почему люди покупают машину она в красивом цвете почему не покрасить капот этот карбоновый для меня это какой-то xs я я считаю это безвкусица если честно ладно карбоновая крыша но не выглядит этот карбоновый капот красиво мне кажется вот это слишком много переходов от карбона краски блин то посмотрите как постарел салон на этих f каких-то вот он красный болен вообще мне кажется безвкусно выглядит и он постарелка то некрасиво и 36 вот еще одна м3 м4 м3 он тут какие-то еще один со словным развалом в общем как бы так куда он красный м3 ну как бы прикольно вот но с белым салоном м4 как бы да она красиво но блин с красным она вообще плохую а кстати м5 оказывается и поэтому это кстати е92 проехала в 8 очень классно звучит но лучше всего конечно из бмв вообще всех поколений всех времен на руках как бы я не любил е60 звучит е60 м5 ну в 10 как бы понимаете с правильной выхлопной системы очень круто и опять же здесь в штатах они были на механике ну-ка посмотрим нам сегодня повезло увидеть и уже нет это автомат это к сожалению автомат автомат на хрен никому не нужна она вообще ничего не стоит никто и вообще не любит блин геморрой себе на жопу купить вот эту е60 м5 если бы она была на механике да типа дико круто дико ценится дико ее можно даже там перебрать двигатель починить там все проблемы с ее подшипниками там которые там каждый 60 тысяч миль нам менять вот и да на того стоит а простая нет нифига ничего на стоит ли на никому на минуту тоже вот кстати шестерка м6 я вообще не понимаю зачем зачем она двухдверная уродливая вот четырехдверная м6 очень красивая очень крутая вуде на вообще мне не нравится как это странно хотя это вот на красивых диск на красивом цвете блин даже кстати с желтыми вставками как я люблю ну кстати под капотом она красивая ну прикольно и вот эти вот эти вот вот этом кузове они были в штатах на механике интересно нам повезет это будет на механике нет на автомате я сразу же вижу на самом деле на механике они очень-очень редкие ну прям пипец редкие они когда выходят на продажу там буквально можно взять вот такой вот хламик можно взять типа там не знаю тысяч за 30-35 долларов может 40 ну давайте ладно сейчас ценчик давайте скажем 40 вот но такая на механике будет стоит 65 то есть ну как бы в разы дороже ну-ка porsche тоже на автомате жалко вот такие gt3 rs тоже есть на механике их кому делать чуть ли не больше на механике чем на автомате вот ну короче вот такой вот обзор закончена на красивый прикольная кули дизельные которая просто в идеале наверно пройдет еще рублей миллион мир а вот своим более все пока а еще будем в клубе приехала бенчат 9 д部филь такой вот Субтитры сделал DimaTorzok